Как установить Telegram на компьютер, даже если вы новичок? В этом видео вы найдете самую простую инструкцию, с помощью которой вы самостоятельно справитесь с этой задачей всего за несколько минут. Вам не понадобятся технические знания и даже ребенок сможет сделать это. Кроме того, вы узнаете о портативной и о веб-версии Telegram и о том, насколько они полезны и удобны в обращении. Все, что вам понадобится, это сам компьютер или ноутбук, интернет и телефон, на который придет смс с кодом. Привет, меня зовут Дмитрий и в этом видео вы научитесь установке мессенджера Telegram. Итак, для того, чтобы скачать и установить Telegram, открываем браузер и заходим на официальный сайт Telegram. Ссылку я оставлю для удобства под этим видео. Telegram.org Если по каким-то причинам у вас отображается сайт на английском языке, здесь вы можете выбрать русский. Итак, нам предлагается несколько вариантов для скачивания для устройств Android, iPhone, iPad, для Mac и для компьютеров, в том числе для Linux. В этом видео мы будем учиться устанавливать на Windows, но если вам необходима помощь, как установить Telegram на Mac, оставляйте ваши комментарии. Я постараюсь вам помочь и снять видео, хотя сама установка не так уж сильно отличается от установки на Windows. Итак, заходим сюда. Тут нам предлагается скачать на Linux, на Mac и два варианта на Windows. Если вы не уверены, какую скачивать, Windows 64 бита или Windows 32 бита, то скачивайте просто эту версию. Она работает под любой системой Windows. Итак, нажимаем по этой ссылке, у нас происходит скачивание и стартуем инсталляцию. Здесь вы можете выбрать язык установки, я оставляю русский. И далее просто кликаю. Так, у меня уже существует эта папка. Все равно установить, да. У вас не должно выскакивать это окно, если вы никогда не устанавливали. Просто кликаем далее. Создать значок на рабочем столе. Далее мы ничего не меняем. Установить. И запускаем Telegram. Продолжить на русском языке. Начать общение. Здесь вы можете воспользоваться двумя вариантами установки. Если у вас уже установлен Telegram на вашем телефоне, вам просто необходимо отсканировать этот код. Как это работает, я покажу позже. Если вы устанавливаете впервые, и у вас на телефоне нету Telegram, то нажимаем «Вход по номеру телефона». Здесь вы задаете ваш номер телефона, страну. У меня автоматически определилась Германия, где я живу. Код страны. И ваш номер телефона. Затем нажимаете кнопку «Продолжить». И вам должно прийти смс на ваш телефон. И задаем код подтверждения. Сразу же после ввода кода подтверждения открывается окно Telegram. И как вы видите, программа синхронизировалась с моим телефоном. И показала все мои чаты из мобильной версии. В принципе, это все, что касается установки Telegram на Windows. И если у вас возникли какие-то трудности, оставляйте в комментариях ваши пожелания. Я постараюсь каждому в отдельности помочь и снять об этом отдельное видео. Поскольку возможны различные варианты развития событий, я не могу предвидеть все. Но буду рад помочь, ответив на ваши комментарии. Теперь мы переходим ко второй части видео, где я вам обещал рассказать про портативную версию Telegram и про версию Web. Для чего нужна портативная версия? Ну, давайте для начала скачаем ее. Вот она у нас скачивается. Позже необходимо распаковать этот архив. И файл в этом архиве просто перекачать, например, на какую-то флешку. Это удобно в тех случаях, если, допустим, на рабочем месте вам не разрешают администраторы устанавливать какие-то программы. Таким образом, вы можете скачать на флешку этот файл портативной версии и запускать без установки. Веб-версия Telegram интересна тем, что ею можно воспользоваться, ну, как бы между делом, практически с любого компьютера, через браузер. Для этого мы пишем в адресной строке web.telegram.org. У нас открывается окно с QR-кодом, который необходимо отсканировать при помощи телефона. И таким образом вы сможете пользоваться Telegram через браузер обычным способом. Это удобно тем, что можно, например, с компьютера пересылать какие-то данные, либо скачивать данные, уже полученные вами в чатах, обмениваться какими-то данными. И так далее. Параллельно я веду запись с моего телефона. Заходим в меню Telegram, выбираем настройки. Далее заходим в устройство. И нажимаем сканировать QR-код. Открывается данное окошечко. Внизу мы видим кнопку сканировать QR-код. Нажимаем на нее, открывается окно для сканирования. И у нас прошла авторизация. Таким образом мы залогинились в нашем Telegram одновременно и синхронизировались в веб-браузере. Пожалуйста, не забудьте, после того, как вы покинете компьютер, если особенно это чужой компьютер, разлогиниться с вашим приложением Telegram. Как разлогиниться я покажу вам снова на телефоне. Мы заходим в меню. Опять же выбираем устройство. И вы видите, завершить все другие сеансы, кроме этого. Или можно выбрать отдельно каждый из вариантов и завершить. Например, я выбираю Telegram Web, завершить. Telegram Desktop с компьютера, тоже завершить. И оставляю свою версию на Mac. Вот, в принципе, и все про Telegram, про веб-версию, про портативную. Я желаю вам успехов в дальнейшем. Оставляйте ваши комментарии. Буду рад помочь вам. Всего доброго. Дмитрий.